Коллеги, привет! С днём геодезиста вас! Постановлением правительства был издан указ о том, что каждый год 2 воскресенья марта является нашим профессиональным праздником – День работника геодезии и картографии. Более того, Владимир Ильич подписал ровно 100 лет назад декрет о создании высшего геодезического управления. Я желаю вам нулевых невязок, вечного фикса и чтобы заказчик вовремя переводил деньги за проделанную работу. В честь этого мы запускаем творческий конкурс, который называется «Случай из жизни геодезиста». Суть проста. Расскажите о самом интересном или захватывающем случае из вашей производственной деятельности. Работа принимается в двух видах. Первый вид – это рассказ. Расскажите ваш случай, который запомнился вам на много лет. Дизложите его в литературной форме так, чтобы он был минимум 3000 печатных знаков. Это чуть меньше двух страниц формата А4 и максимум 18000 печатных знаков. Это примерно 10 страниц также формата А4. Это может быть любая история. О том, как вы весь день просидели на пункте, укрывшись от шатуна. Или как вы раненого товарища вытаскивали по тайге. Также рассказ может нести юмористический характер. Например, о том, как прораб перемерил ваши точки и сказал, что вы плохо вынесли вашим тахеометром и вы пошли переделывать. Дайте волю творчеству. Ведь кроме ограничений в количестве знаков, я больше не ставлю никакие условия. Если вы из школы забыли, что такое рассказ, то на экране вам вылезла подсказка. Я не помню, сколько километров мы проползли по этим коварным Васюганским болотам на нашем маленьком вездеходе. Но ничего не поделаешь. Съемку разведочной скважины нужно было сделать. Хоть и снимать на ней было нечего. Одна труба несчастная и песчаная отсыпка, которая одиноко расположилась в тайге. Мои производственные учителя, два геодезиса с большим стажем, крайне не хотели работать, хоть оплата была сдельной. И поэтому одно место на болоте, полностью покрытое торфом, объезжать было лень. И мы рванули прямо в центр каши, после чего мы благополучно застряли. Лебедка, установленная на арго, не работала, а позвать на помощь было некого. И моим наставникам пришла в голову отличная мысль привязать доску гусеницы спереди и начать выбираться, делая один проезд по 40 сантиметров. Эта нехитрая идея позволила выйти из проблемного участка. Но в один момент лень одолела моих наставников, и они пошли спать, укутавшись в спальники. Я искренне не желал оставаться в месте, переполненное комарами и медведями. И я взялся вытаскивать вездеход из торфа. Как вы поняли, это отрывок одного из случаев. Я был тогда на производственной практике. Второй вид работ это стихотворение. Оно также должно описывать случай из жизни геодезиста. Принимается стихотворение в любом виде, с любым типом рифмы. Но оно должно иметь минимум 4 и максимум 16 стихотишки. Также нету никаких ограничений в характере стихотворения. А вот что я смог придумать на днях. Работали в конторе, на полном моторе, 24 веселых чижа. Расскажу я о них не спеша. Чиж геодезист, чиж фотограмметрист, чиж за баранкой, за русской буханкой. Чиж землеустроитель, чиж проектирование повелитель. Чиж главный инженер, чиж практикант, не закончил универ. Чиж геолог, чиж эколог, чиж бухгалтерии. Чиж ищет кадры для мини империи. Чиж юрист, чиж экономист, чиж программист. Чиж по полевым работам, главный специалист, чиж генпланист, чиж по кадастру специалист, чиж механик автомобилист, чиж по маркетингу стилист. Остались начальники чижи, а ты свой случай из геожизни. Расскажи. Участие может принять любой человек из России и стран СНГ. Участник может прислать только одну работу. Большая просьба, следите за ошибками. Работы с большим количеством ошибок, конкурсы не будут допущены. А теперь о подарках. Магазин Принмаркет, Геомаркет, Трейдинг Гео, а также музей геодезических приборов приготовили классные подарки. Внимание на экран. За первое место будет вручена двухсекционная карбоновая веха, за второе место мини-призма, а за третье штатив алюминиевый. Данные призы приготовлены магазином Принмаркет. В нем огромный выбор геодезических аксессуаров от различных креплений до геодезических антенн. Также каждому победителю будут высланы вот такие вот замечательные календари с популярными геодезическими мемасами. Большая творческая работа проделана над ними. Календарь отлично впишется в ваш кабинет. Календари будут высланы победителям из Геомаркета. Это магазин геодезических аксессуаров. Моя футболка-топографа именно оттуда. В трейдингео вышли трем победителям вот такие классные шапки с геодезическими хэштегами и галстуки в виде нивелирных реек. В трейдингео можно купить БУ-прибор с поверками и юридическими гарантиями. Бонусом ко всему в музее геодезических приборов за первое место вышлет вот такой замечательный пауэрбанк в виде нивелирной рейки. А за второе и третье место уже узнаваемые рейки в виде контроллеров Trimble TCC-3 и Leica Jazz 20. Эти все сувениры можно приобрести по ссылочке в описании к видео. Конкурс будет идти три недели. Свою работу присылайте мне на почту, которую вы увидите на экране. В теме письма указывайте случай из жизни геодезиста. Также почту продублирую в описании к видео. Работу присылайте в формате Word. Шрифт должен быть New Times Romance 14. На последней странице указывайте ваши фамилии, имя, отчество, номер телефона, а также откуда вы и кем работаете. По лучшему рассказу будет снята короткометражка в ближайшем и не очень будущем. Старайтесь представить ваше произведение наиболее творчески и у вас будет больше шансов на победу. Судить я буду по четырем критериям. Первый критерий – интересность случая. Второй критерий – литературная насыщенность. Третий критерий – креативность описания. И последний по списку, но не последний по значимости – это ошибки. Ссылочки на спонсоров будут в описании к видео. Я желаю всем удачи и пусть победит три лучших творческих работы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...